ПОСТАВКА Разработаны НИИ Минобороны-АР и турецкой компанией Аселсон и впервые представлены в 2019 году. Первоисточником скандальной информации об азербайджанских поставках столь грозного оружия киевскому режиму явился иракский TG Sabarin News, который привел соответствующие документальные доказательства, включая сканы авиационных погрузочных документов. Из этих документов следует, что авиационные поставки, осуществляемые украинской авиакомпанией Meridian, шли через суданский аэропорт Хартум в польский аэропорт Жешуф. Далее наземным транспортом на Украину. Только за апрель 2022 года было совершено 8 таких рейсов. Столь сложная и дорогостоящая логистическая схема означает, что в Баку хотели избежать огласки и потенциального конфликта с Россией, оставаясь при этом фактическим союзником киевского режима. Проще и дешевле было бы организовать прямые рейсы из Азербайджана в Польшу. Но тогда посадка грузового самолета в польском аэропорту Жешуф, через который проходит значительная часть военной помощи Киеву, сразу показала бы, что Баку вооружает украинский режим против России. Портал ОВЬЕ. ПРО также сообщал о поставляемых Азербайджаном Украине высокоточном вооружении, ракетах, артиллерийских боеприпасах, патронах и прочего, которые активно использовались украинскими военными для нанесения ударов по Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областям. По данным портала, Азербайджан активно поставлял на Украину авиабомбы БК-3, 120-мм мины, реактивные снаряды для РСЗО «Град», патроны калибров 7, 62 на 39 и 5, 45 на 39, а также свободонападающие авиабомбы ФАБ-250 и ФАБ-500 советского производства. 2 августа прошлого года сами украинские СМИ подтвердили, что Азербайджан собирается поставлять Киеву управляемые авиабомбы к ФАБ-250ЛГ для самолетов Су-25. Авиабомбы разработаны оружейной компанией «Аселсон» по стандартам НАТО. Ранее, 17 июня, на странице Ukraine Weapons Track'а в Твиттер были опубликованы фотографии 82-мм миномета 20N5 азербайджанского производства с 5-километровым диапазоном, который был использован украинской армией против российских войск в Запорожской области. Таким образом, если Турция открыто поставляет оружие, в частности, Байрактары, на Украину, то ее младший брат, Азербайджан, делает это втихую, оснащая украинскую сторону не только современным оружием, но и, подобно Польше и Словакии, старым советским вооружением, в том числе истребителями МиГ-29. Несмотря на официальный нейтральный статус в российско-украинском конфликте, Баку по сей день снабжает Киев оружием и топливом. Весьма образно на данный факт отреагировал аналитик Илья Крамник. Азербайджан поддерживает Украину поставками вооружения. Ничего удивительного, раз Сюзерену, Турции, можно, то и Вассалу, Азербайджану, совсем не зазорно. Отгружаемые Украине боеприпасы интереснее. Это управляемые авиабомбы, доработанные с помощью Турции из советских чугуньевых ФАП-250. Но это тоже не вундервафе. А вот не слишком ли вольготно чувствует себя в России азербайджанский бизнес на фоне торговли Азербайджана оружием с Украиной? Самый интересный вопрос в этом наборе – бесчестность подобной политики Азербайджана подчеркивается на фоне подписанной до начала спецоперации на Украине декларации о союзническом взаимодействии с Россией. Официальный Баку пытается балансировать между Россией и Западом. Энергетические сделки с Западом позволили Азербайджану повысить свою политическую и энергетическую значимость в регионе и использовать этот рычаг давления на российскую сторону как на Украине, так и в Закавказье. Но доколе Кремль будет не замечать антироссийские шаги своего двуликого союзника?